Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов. С вами Народный Батюшка. Мы гуляем по лесу и я ответил Татьяне Ковтанюк о том, как часто нужно причащаться, а она написала, что я ее не совсем понял, что я-то думал, что она и так часто причащается, поскольку дежурит в храме два раза в неделю. Она пишет, что нет, я не так часто причащаюсь, как они велят, поэтому они на меня и нападают, но, тем не менее, приходится достаточно часто, поскольку они считают, что я грешный и что так не делают. И я добавлю к ответу, точнее я другую тему с этим вопросом вам освещу, потому что на самом деле здесь проблема даже не в том, сколько она распричащается, а в том, как она себя и ее осознают. То есть на самом деле я вам уже рассказывал, что если мы посмотрим ранние писания отцов, да и Евангелие хорошенечко читаем, особенно Евангелие от Иоанна, то мы с вами видим одну удивительную вещь, которая заключается в том, что по крещении человека он считался святым. То есть вот до крещения он никто, он не является ни сыном Божьим, ни рабом Божьим. Тоже вышел у меня ролик про эту тему, если не посмотрели, то посмотрите, раб или дети Божьи. А там совершенно новые, открывая вам сведения и тайны, которые могут помочь разобраться. Разобраться, рабы вы или дети. Так вот, в этой парадигме, когда ты святой и тебя ждет Царствие Небесное, начинают проживать сразу же после освящения Духом Святым апостола. И находясь в таком состоянии и находясь вот в этом себя ощущении, то есть они новый народ, они народ, которому, как Адаму, Бог вернул Дух, и они, как Адаму, готовы биться за то, чтобы на всей земле все люди стали такими же святыми и стали христианами, готовы умереть, и идут, и умирают, как и первые, можно так сказать, тысячелетия, многие-многие святые. Ну и во втором тысячелетии такие были. В какой момент появляется понятие, что ты не святой, а абсолютно грешный, я вот этого сознать не могу. поскольку так вот даже по историческим понятиям некоторые, ну в основном князи или цари, они считали себя как раз достойными того, что на них сошла благодать, и они особые представители. Некоторые прямо так себя и считали. Жарптица сидит, видите, с каким хвостом красивым. И они тоже готовы были на всё, тем более, думаю, что их сопровождает премудрость Божья, они в ней находятся и её волю народу передают, так можно сказать. Иоанн Грозный таким себя считал. Николай Второй тоже себя таким считал, как и Александр Первый. Освободитель, который не сомневался, что он рука... Александр Второй, что он рука Божья. Ну ладно, не в этом дело. Так вот, когда сменилось на то, что вы абсолютно грешные, я не могу сказать. Но сейчас получается так, что действительно, вот такой в своей массе все священники держат линию, что вы грешные, что вы не способны и недостойны названия святой, что вы вообще вряд ли сможете это сделать. И назначают огромное количество всяких мучительств, чтобы хоть как-то человека приблизить к тому, что у него нет грехов. У него нет грехов. Вы посмотрите, сколько у нас, если задуматься о всем комплексе предлагаемых средств очистки от грехов, уходит время на то, чтобы действительно это сделать и хоть как-то, хоть каким-то маленько способом от них очиститься. При этом будьте вы самыми монашескими монахами. Паститесь вы, как Серафим Саровский. Читайте вы канонов в пять раз больше, чем полагается и крутите четки круглосуточно. Все равно, придя к большинству священников, он все равно объявит, что вы грешный человек и что вас нужно обязательно исповедать, ну а чашем вас, вероятно, очистят. Кстати, не во всех православных церквах так. В некоторых православных церквах есть положение, что исповедаются только тогда, когда нужно. А так человек, ощущая, что он в нормальном состоянии, может подходить к причастию без всякого исповедания. Понимая, что тот грех, который в нем есть, он не делает его не святым, он не делает его больным до такой степени, что каждый раз нужно применять эти меры очищения. И я всегда удивляюсь при этом, что, посмотрите, ну вот, все мы слышим этот возглас приглашения к причастию. «Святая святым». Все. Это последний возглас, который произносит священник перед тем, как к чаше подойдет кто. Кто подойдет к чаше. А попробуй подойди к любому из тех, кто собрался. Вот так уже сложил крестиком руки и спроси его, а ты, святой, к чаше идешь. И большинство выпучат глаза и скажут, да вы что, батюшка, какой я святой, я грешный, я грешный. Так ведь? Ну вы-то, по крайней мере, так себя ведете. Кто из вас, подходя к чаше, ощущал, что он святой? И что он причащается в силу Божью, в премудрость Божью. Как святой получить эту силу и дальше ею действовать. Не знаю, если кто здесь напишет в комментарии, что да, я так себя ощущаю, я буду очень удивлен. Потому что это редкая, на мой взгляд, особенность человека. И самое главное, что это показывает, что он все-таки осознал, кто такой Христос. Что такое Дух Святой. Что такое Бог, который в нас живет, церковь в нас живет. Это же не какие-нибудь паразиты, которые могут жить в любом состоянии нашего организма, какие бы мы ни были. И почему-то не покидать нас, а все время там находиться. И вот эта парадигма, на самом деле, на мой взгляд, в большой степени вообще убивает православие. Поскольку, если вот мы приходили в храмы после Советского Союза, понимая, что прожили жизнь вообще не религиозной, она была атеистическая, и если на нее посмотреть, то грехов точно много наберется, то теперь уже прошло сколько лет, после того, как храмы открыты, молодежь в любое время может прийти в них, она приходит и говорит, а что это я должен вот так все время себя считать виноватым, все время считать себя недостойным Бога, и все время быть должным перед этим священником, который уверяет, что он как раз как лекарь какой-то, тебя избавит от этих грехов, если ты сделаешь что-то, то-то, то-то. Это им странно, потому что если лечиться, то есть врачи, если учиться, то есть педагоги. Зачем им идти в храм, если они не считают себя особенно в чем-то виноватыми? Жизнь у них другая. Хотя очень многие виноваты, но они уже и не ходят в эти храмы. Так вот, на мой взгляд, вот такое положение, оно очень похоже на то, что если бы медицина всем своим пациентам сказала, вы безнадежно больные, и сколько бы вы не лечились, может быть чудом каким-то один из вас, один из поколения станет здоровым, то есть станет святым. А не медицина, которая говорит, дорогой мой, все остальные, вы в принципе здоровые, в принципе вы способны поддерживать себя в состоянии здоровья, гуляя, дыша воздухом, пить чистую воду, купаться в источниках, все остальное. Но если у вас появится какое-то заболевание, приходите, подумаем, как вместе его вылечить. На какой позиции стоит церковь? На первой безнадежно больные, а не то второй. Вы блаженные, вы блаженные, вы святые, но когда у вас появляются заболевания, грехи, давайте их почистим, давайте почистим. А какие-то грехи, ну и не надо особенно на них вот так зацикливаться, почистите тогда, когда придется. Когда сможете в храм прийти, когда сможете каноны прочитать и все остальное. И поэтому вот в этом положении, находясь в этом положении, думая, что можно сколько-то раз причаститься, сколько-то раз попаститься, сколько-то раз поклона побить, и ты станешь святым, невозможно никем стать. Поскольку так, мнение так и будет о тебе все время, то же самое, что ну да, ты там почитал, почитал, давай еще больше читай, как я был у отца Наума, а приехали молодые монашки из Коломенского монастыря. И вот он их воспитывая, давал им задание, кому сколько в день прочитать Иисусовых молитв на четках читать. И вот подходят две. Одна говорит батюшка, я читаю, десять тысяч читаю, батюшка говорит, ну и как тебе? Тяжело? Ой, тяжело, батюшка, да. Сбиваюсь, мысли куда-то уходят. Тяжело. Он ей говорит, ну перейди на пять. Она хорошо, батюшка, но я вроде и десять так. Он говорит, ну это ты уже на них зацикливаешься, ну что-то типа такого. Не надо так. Вторая подходит. Бодренькая такая, маленькая такая. Ну что, а ты как? Батюшка, десять тысяч только так. Мне не трудно, я все время, все у меня получается, все хорошо. Вот. У меня нормально. Он говорит, ну ладно, перейди на двадцать. она глаза на него выпучила. Бочка, двадцать не смогу. Ой, у меня и так время. То есть, она подошла вот с этим значит, хорохорством, что я все делаю как надо. А вдруг он ее, грубо говоря, опустил и показал, ничего ты так не делаешь. Так вот, первая-то была права тем, что она делает то, что ей велено для своего совершенства, но при этом заботится о делах, заботится о других. И, в общем-то, ей как бы вот такое выполнение не совсем. А вторая, видать, сосредоточилась. Я батюшке доложу, я ему объясню. И это вот как раз тот вариант, когда сколько не читай или сколько не причащайся, все равно ты не достигнешь совершенства, если ты не хочешь быть в этом совершенстве. Если ты не можешь, если тебе не объясняют, что ты уже в совершенстве, ты только уж немножечко что-нибудь поправляй, когда у тебя это появляется. А сама живи более-менее спокойно. Мы так и будем идти. Сегодня далеко зашли. Это уже вон там карьеры. Это мы маханули. Наверное, километра два. По такой красоте не сложно махануть. А небо какое голубенькое. поэтому, дорогие мои, дождаться, когда на эту парадигму перейдет наша церковь, мы с вами вряд ли сможем. Поскольку так уж все сейчас закручено, что обязательно нужно, чтобы все были все время безнадежно больны. Они в этой безнадежности и деньги принесут, они в этой безнадежности и ходить будут почаще. И, в общем-то, как бы более-менее устраивает, хотя я слышу очень печальные разговоры о том, что народ-то уж вроде пандемия, когда вдруг заговорили, что только церковь только причащей может спасти, народ в большой степени покинул церковь. Не принял такой позиции. Тем более, что там вот такие эти. Но не надо дожидаться. Попробуйте сами осознать в себе, что вы действительно христиане, вы действительно друзья. Христос, кстати, называл друзья в Евангелии своих апостолов не дети, не рабы, друзья у него была такая. Вы друзья с Господом. Видишь, что хорошая трасса, да, для катания. До сюда не доедешь по дороге. и осознайте в себе вот эту хорошесть. Так себе и скажите, я хороший, а что мне тогда? Я должен хорошие дела сделать. Доказательства, что ты хороший, очень простые. Хорошие дела. Если ты грешный, а что их делать? Я грешный, что я и так грешный? Что я тут еще хорошего людям принесу? А нет, а если ты хороший, то ты и дела хорошие сделаешь. Вот такой у меня ответ. Татьяна, не знаю, уж помог ли он тебе еще как-то разобраться, поскольку, знаешь, есть такие все равно можно так сказать общественные обязанности. И естественно, если они тебя приглашают дежурить, и они ревнуют, что ты еще при этом не причащаешься столько, сколько нужно, то, к сожалению, не быть бы им искушением в данном случае. Я помню, что, кажется, они платили тебе за дежурство 200-300 рублей. Может быть, действительно эта сумма такая значительная. без которой трудно прожить. Но если их искушать и не пытаться что-то сделать, то, может быть, и эта сумма не стоит того, что такой вот грех искушения происходит. Так что здоровья тебе, найди свое доброе дело и найди себя доброго человека. в каждом из вас есть этот добрый человек. В каждом из вас есть этот хороший, потому что у нас есть Христос, есть Дух Святой, и мы с вами христиане. Здоровья всем, радости, аминь. доброе. Спасибо за субтитры,